На особым счету, как формируется пенсия для тех, кому за 43 и почему этих людей называют транзитниками. Об этом народная экономика. Здравствуйте, но сначала новости. Почта и таможня заранее готовятся к новогоднему подарочному ажиотажу. Дополнительные 24 пункта для заграничных посылок и бандеролей собираются открыть, чтобы не портить праздник ни себе, ни людям. Сейчас число только интернет-посылок в среднем 200 тысяч в месяц, а в декабре по расчетам эта цифра вырастет вдвое. Это без учета внутрироссийской корреспонденции, которая, разумеется, тоже растет под праздники. Четыре спецпункта уже работают в Москве, Брянске, Калининграде и Самаре. На очереди Новосибирск. Кредит наличными не проблема. Это утверждают эксперты, проанализировавшие предложения банков. Из 18 организаций, предлагающих потребительские займы, половина готова выдать клиенту прямо в своей кассе от 50 до 200 тысяч рублей. Вот проценты, разброс которых в зависимости от суммы и сроков возврата от 17 до 27. Как правило, деньги по таким кредитам больше, чем на 5 лет не дают. Старше 67-го, но моложе 53-го года рождения. Эти люди оказались между двумя этапами пенсионной реформы. И иногда их называют транзитниками. Имею в виду, выведены специально для этого возраста некую переходную между советской и современной пенсионную формулу. У транзитников есть накопительный счет, но небольшой. Потому что формировался лишь с 2002 по 2004 годы. Но и этими деньгами стоит распорядиться. Они, к примеру, могут стать базой для собственных инвестиций в пенсионный капитал. И, к слову, среди участников госпрограммы софинансирования пенсий, большинство тех, кому за 43. Но только этой программой возможности, разумеется, не ограничены. Будущих пенсионеров зовут к себе и частные управляющие компании, и негосударственные пенсионные фонды. Вопрос, что предлагают? Ответ искала Муниса Усманова. Представим, что эти две коробки части пенсии. Одна страховая, другая накопительная. С 2002-го возможность наполнять их имели мужчины от 53-го года рождения и женщины от 57-го. Ежегодно работодатель отчисляет 14% от фонда оплаты труда. Часть сюда и часть сюда. В 2004-м такую схему оставили только для тех, кто моложе 66-го года. Старшее поколение, так называемые транзитники, теперь все 14% получают в страховую коробку. А накопительная как бы законсервирована. Эти деньги с пенсионных счетов никуда не исчезли. Они точно так же находятся на накопительной части пенсии. Просто они не приумножаются. Но они инвестируются, на них получается доход. На накопительном счету будущего пенсионера, родившегося с 53-го по 66-й год, в среднем 4-5 тысяч рублей. Доход от их инвестирования небольшой и рассчитывать на весомую надбавку к базовой части не приходится. Помочь может госпрограмма софинансирования пенсии. Кладешь на свой накопительный счет до 12 тысяч рублей и столько же доплачивает государство. Действует это и для тех, кто перевел накопление в какой-либо негосударственный пенсионный фонд, НПФ, или частную управляющую компанию, ЧУК. Управляющая компания по закону за 5 лет до выхода человека на пенсию обязана вернуть деньги Пенсионному фонду Российской Федерации. Соответственно, те люди, которые уже вот-вот будут выходить на пенсию, им невыгодно вкладывать деньги в управляющую компанию. Для всех остальных визит к частным управленцам шанс увеличить пенсию. В отличие от государственного, они смелее распоряжаются пенсионными деньгами. Но и риск выше. Андрей Сухинов, он как раз один из транзитников, пришел узнать о гарантиях. Мы всегда выдерживаем очень важный норматив – страховой резерв. Страховой резерв рекомендуют до 5% от общих РППО. Это такой, знаете, резерв, покрытие пенсионных обязательств. Вот как раз то, что мы обещаем, то, что мы взяли. Чтобы не было дополнительных иллюзий, миллионы ниоткуда не свалятся. Не миллионы, но весомая прибавка. Андрею предложили оформить добровольное пенсионное обеспечение. Ежемесячный платеж хотя бы в 500 рублей сегодня. При средней доходности в 10% – это 1239 рублей дополнительной пенсии после 60. Сумма увеличится до 2,5, если пенсионные деньги получать не всю жизнь, а ограниченный срок. Скажем, 5 лет. Сколько вносить Андрею сейчас и как выплачивать накопленное, обозначат в индивидуальном договоре. Можно прописать и другие условия. Как-то включение в мой договор моих родственников или механизм, как будут распоряжаться накопленными средствами моими, мои наследники в случае, ну, не дай бог, чего-то там. В наследство можно оставить не только личные вклады, но и деньги, переведенные из ПФР. Это нужно указать в контракте, иначе наследникам придется идти в суд. Кроме того, клиент может в любое время забрать деньги или поменять фонд. Он всегда получит выкупную сумму, которая на сегодняшний момент всегда будет, не менее суммы взносов, которые он принес. Но если он был долг нашим клиентом и прошел не один год, то, конечно, еще вся доходность фонда, которая была начислена за полные финансовые годы. Работу НПФов и Чуков регулируют Минфин, Минздрав соцразвития и Федеральная служба финансового рынка. С каждым годом контроль усиливается, чтобы гражданин, несмотря на поведение рынка, получил накопленную им пенсию. У Ниса Усманова, Оксана Григорова, Первый канал. Реальные деньги за виртуальные развлечения. 105 миллионов долларов в год тратят российские интернет-пользователи на онлайн-игры и приложения. Маркетологи посчитали, что каждый третий участник социальных сетей хоть раз, но покупал виртуальные подарки, оплачивал дополнительные услуги, ну и игры. А уже к 2015 году, по прогнозам, в эту индустрию будет вовлечено больше половины пользователей, и тогда рынок разрастется до полутора миллиардов. Сейчас большая часть денег переводится с помощью СМС-сообщений, но будущее, видимо, за электронными платежами. А чтобы при развитии виртуальных технологий не страдал семейный бюджет, сами разработчики сайтов советуют родителям строже следить за детьми. В сетях есть ограничения регистрации по возрасту, но верят-то на слово, и юные клиенты СМС-ками оплачивают интернет-развлечения.